Наверняка, уважаемые коллеги, вы много раз слышали в своей жизни такие слова, как ленивое пищеварение, ленивый желудок, желудок остановился, желудок ничего не хочет делать, потерялся ключ от пищеварения. С чем это связано? Это связано с тем, что происходит нарушение системы преемственности в самом институте ферментов. Это очень важно с точки зрения того, что огромное количество ферментов имеет свое лицо в части того, что тот или иной процесс пищеварения, он не носит однобокий характер. Это единая картина, это единая музыка, это симфония в том лучшем смысле своего слова, когда многогранность пищеварительных процессов формирует ту самую картину, когда мы получаем удовольствие от жизни. Потому что мы получаем удовольствие от питания, мы получаем удовольствие от еды. Но очень часто внешние и внутренние обстоятельства лишают нас этого. Что это может быть? Это могут быть последствия стресса, которые чаще всего превращают нас в апатичное, чуть ли не депрессивное состояние существа. Это процессы, которые на химическом уровне сопровождаются резкими изменениями, даже поломками в системе кислотно-щелочного равновесия. И для того, чтобы простабилизировать, для того, чтобы оптимизировать систему пищеварения, а это очень важно не только с точки зрения сохранения, пополнения, аккумулирования энергии. Это еще очень важно с той точки зрения, что наш мозг постоянно нуждается в энергии с точки зрения того, как ведут наши внутренние органы. И одновременно с этим он является руководителем этих процессов. И если мы имеем в системе поломку, то периферия перестает понимать центр, центр, это мозг, перестает понимать периферию. И в это место, в это самое место происходит внедрение болезней. Можно ли от этого избавиться? Можно. Можно ли жить не болея? Можно. Этому посвящено огромное количество различных медицинских книг, большое количество различных медицинских статей, изобретений, достижений. Но не всегда эти вещи могут быть у вас в буквальном смысле под руками, чтобы вы могли себе помочь справиться с атонией желудка, с ленивым пищеварением, с нарушением самого процесса получения удовольствия от питания. Это может быть тошнота, это могут быть неясные дискомфортные состояния в области живота, в области желудка, которые сопровождаются и нарушением психоэмоционального фона, и нарушением вашего поведенческого цикла, и нарушением привычных социальных вам режимов деятельности. Как мы можем себе в этом плане помочь? Очень просто. Используйте, пожалуйста, нашу знаменитую точку «Доктор Желч», она парная, она находится вот в этом месте, у левшей на левой руке, у правшей на правой руке. И поэтому, в случае того, тех обстоятельств, когда что-то вам мешает в системе пищеварения, пожалуйста, правши, за 10-15 минут до привычного, а это очень важно понимать, с той точки зрения, что мы мозгу должны постоянно посылать сигналы. Мозг, мы помним о тебе, мозг, помогай нам. Поэтому за 10-15 минут до привычного приема пищи обязательно стимулируйте по часовой стрелке в течение 40-50 минут правши эту точку у себя здесь, потом переходите на левую точку, а левши, соответственно, эту точку у себя здесь, а потом переходите на правую руку. После этого, что мы с вами можем делать? После этого мы с вами очень хорошо можем себе помочь упражнением, которое стимулирует поведение пищевода, которое очень хорошо стимулирует поведение паращитовидных желез, которое очень хорошо стимулирует поведение боковых, задних и передних поверхностей шеи. То есть, всего вот этого конгломерата мышечно-связочного, который будет усиливать и оптимизировать систему пищеварения. Потому что центры пищеварительные находятся у нас вот примерно на этом уровне. Вот примерно на этом уровне. Вот на этом уровне. Поэтому, что делаем дальше после употребления точек доктора желчи? Знаменитое упражнение Банетти. Вот таким вот образом поставили свои руки. Вот таким вот образом поставили свои руки. Глубоко вдохнули, резко выдохнули и не дыша 5 секунд искупайте себя в овациях, искупайте себя в аплодисментах. Поехали вместе со мной. Вы любите себя? И я вас люблю. Поехали. Вдохнули, резко выдохнули. Хорошо? Хорошо. Мышцы подтянулись, связки подтянулись, селись. В лучшем смысле этого слова, начала свою циркуляцию. Лимфатический баллон, который находится у нас здесь за грудиной, или лимфатическая цистерна, начала свои движения, которые очень хорошо совпадают с модальностью, то есть с поведением желудка. Слева направо, справа налево, вверх, вниз, открывается створ луковицы двенадцатиперстной кишки, желчь затягивается, просвет двенадцатиперстной кишки, запускается механизм вашего пищеварения. Дыхание успокоилось, Бонетти сделала свое дело, и для того, чтобы это состояние пролонгировать, для того, чтобы это состояние сделать более устойчивым, пожалуйста, помните о том, что есть замечательная точка, которая называется точка бодрости и здоровья. Она находится у нас вот здесь, вот здесь, вот здесь находится у нас, буквально в створе рукоятки грудины, по часовой стрелке в течение сорока пятидесяти секунд. Вот мы с вами сделали триадочку, мы сделали с вами доктор Желч, мы сделали с вами Бонетти, мы с вами сделали точку бодрости и здоровья. Даже если вам не хотелось есть, у вас процесс пищеварения запустился, но помните, что эту систему нельзя использовать постоянно, потому что это приемы скорой помощи. А для того, чтобы систему организовать, для того, чтобы систему оптимизировать, пожалуйста, приходите на наш сайт 9197.ru, на котором вы подробнейшим образом узнаете о наших достижениях с моей женой, умницей, красавицей, коллегой, профессором Татьяной Владимировной Картавенко. На этом сайте вы посмотрите, чего мы добились в плане того, как помочь вам улучшить, усилить ваше пищеварение. И помните о том, что пищеварение, качественное пищеварение, дает нам огромное количество не только сил, я повторяюсь, но и усиливает краски нашей жизни. Будьте здоровы! Вчера на нашем вебинаре, на нашей встрече в эфире, мы показали, рассказали вам о трех видах стратегии наведения порядка в системе пищеварения. Ссылки на все эти стратегии находятся в описании под этим видео. Переходите по ним, знакомьтесь со специальными предложениями, которые действуют в течение 48 часов. Пользуйтесь нашими инновациями, будьте здоровы и берегите себя!